В эфире программа Светофор. Здравствуйте! И наш спонсор Кировская меховая фабрика. Не пропустите, купите шубку своей мечты с 3 по 8 ноября. Привет, ребята! В прошлый раз я рассказал о замечательном автомобиле «Волга». Да, теперь я знаю, что она была автомобилем ГАИ. Верно! И сегодня мы продолжим рассказ о легендарных машинах Советского Союза. В центре нашего внимания проставлена такая важная копейка. Самый первый «ВАЗ-2101» был выпущен на Волжском автомобильном заводе. Это произошло благодаря подписанию в 1966 году соглашения между итальянской фирмой и советским внешним торгом о сотрудничестве в области разработки легковых автомобилей. Именно в рамках этого соглашения и был принят проект строительства завода для автомобилей на территории СССР. Так началась история легендарной копейки, которую называли не иначе, как «Советская мечта». На самом деле название у «ВАЗ-2101» могло быть и совсем другим. По одной из версий придумывалось оно на конкурсной основе. Всего же было прислано около 55 тысяч, название, часть их которых была забавной, часть смешной, а часть просто нелепой. Как бы мог называться «ВАЗ-2101» «Фиалка», «Сокол», «Переворожец», «Мемориал», «Юность», «Мечта». В следующий раз я продолжу рассказ об этом замечательном автомобиле. Спасибо, Жанн. Пока, ребята! Любая автоледи знает, что удобная для вождения одежда не менее важна, чем удобная обувь. А наш выпуск продолжит новости одной строкой. В российских школах детей и их родители будут обучать основам безопасной езды по городу на велосипеде. Соответствующие программы для образовательных учреждений до конца года планируют разработать Министерство образования и науки. Планируется специальная концепция обучения, разбитая на три модуля. Первый и второй модули будут содержать программу для педагогов с материалами по обучению детей вождению велосипеда в городе. В третьем модуле будут материалы, связанные с психофизическим и возрастными особенностями обучающихся. Отдельно будет разработана образовательная программа для родителей, в которой их познакомят с особенностями вождения велосипеда детьми и подростками в городских условиях. В Министерстве считают, что новая программа позволит повысить безопасность на дорогах и сформировать у детей навыки безопасного участия в дорожном движении. До конца 2015 года 2000 сотрудников ГИБДД Москвы получат персональные видеорегистраторы, которые будут закрепляться на их форме. Всего в столице работает 4000 инспекторов ГИБДД, а видеорегистратор получит каждый второй гаишник. Новые устройства, сертифицированные в МВД для полицейских, будут разработаны правила пользования видеорегистраторами. На прибор будет записываться любое общение сотрудников с участниками дорожного движения. Пока новшество внедряется лишь на территории столиц нашей Родины, но если новая система зарекомендует себя хорошо, то регионы моду непременно подхватят, обещают эксперты. Приходом зимнего периода ухудшается и качество дорог, да и темнеет раньше. Будьте бдительны! А выпуск продолжит сводка от сотрудников ГИБДД. В период с 28 октября по 2 ноября 2015 года на дорогах Республики произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 17 получили травмы различной степени тяжести. 28 октября 2015 года около 16 часов на 28-м километре автодороги Западный обход города Ижевска водитель автомобиля Приора, мужчина 1986 года рождения, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Дав под управлением мужчины 1979 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Приора получил смертельную травму. По результатам судебно-медицинского исследования водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. 29 октября 2015 года около 21 часа на проезжей части улицы Максима Горького напротив дома 105 по улице Кирова города Ижевска водитель автомобиля Volkswagen, мужчина 1980 года рождения, совершил наезд на пешеходов, девушек 1997 года рождения, переходивший в проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда пешеходов отбросило на идущий во встречном направлении автомобиль Chevrolet под управлением мужчины 1982 года рождения. В результате ДТП пешеходы получили травмы, одна из девушек была госпитализирована. 29 октября 2015 года около 18 часов на проезжей части улицы Орженикидзе напротив дома 1А по улице Камбарская города Ижевска водитель автомобиля ВАЗ, мужчина 1976 года рождения, начал движение на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешехода, 9-летнюю девочку, переходившую в проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора без сопровождения взрослых. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован. 29 октября 2015 года около 22 часов на проезжей части улицы 40 лет Победы напротив дома номер 74 по улице Турда города Ижевска водитель автомобиля ВАЗ, девушка 1991 года рождения, стаж управления транспортным средством составляет 3 года, не справилась с управлением и совершила наезд на световую опору. С последующим наездом на антиводальный ящик для камер фиксации нарушений правил дорожного движения. В результате ДТП пассажир автомобиля мужчина 1989 года рождения получил травмы. Необходимо отметить, что в момент ДТП на задней оси автомобиля ВАЗ были установлены шины с различным рисунком протектора. 2 ноября 2015 года в 7 часов 30 минут напротив дома номер 32 по улице Архитектора Берши города Ижевска водитель автомобиля БМВ, мужчина 1979 года рождения, совершил наезд на женщину с детьми, девочками 2009 и 2011 годов рождения, переходившей проезжую часть по нерегулированному пешеходному переходу. В результате ДТП 4-летний ребенок получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Самой женщине была оказана медицинская помощь, госпитализации не потребовалось. Ребенок 2009 года рождения травм не получил. Водитель привлечен к административной ответственности за использование одновременно ошипованных и не ошипованных шин на транспортном средстве. С его слов, причиной наезда стало обледенелое ветровое стекло автомобиля. За нарушением, связанным с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, сотрудниками госавтоинспекции задержан 81 водитель. Помните, что самое бесценное у человека – это его жизнь, и никто не вправе лишать ее. Беспечность, равнодушие и безразличие в одногновение могут оборвать жизни родных и близких вам людей. Госавтоинспекцию Дмурти призывает всех участников дорожного движения сообщать о водителях, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения. Не оставаться равнодушными и сообщать о данных фактах в дежурную часть ГИБДД по телефону 940-700-940-701 или по телефону 02. А мы продолжаем нашу рубрику «Интересное авто». Сегодня новые модели. Этот лимузин – удлиненная на 3 метра модель «Феррари», сделанная из углеродистого волокна. По словам создателя, авто движется быстрее, чем обычный лимузин, но по понятным причинам медленнее, чем гоночный болид. А Майкл Петипас собрал еще один необычный длинный автомобиль – многоместный болид «Формулы-1». Его называют высокоскоростным лимузином. Кстати, он рассчитан на 7 мест. А в Сан-Франциско появился туристический автобус «Амфибия». Вполне возможно, главной задачей создателей было обхождение уличных заторов. А вот одна американская семья сохранила все лотерейные билеты за несколько лет и сделала из них уникальное авто на общую сумму в 35 тысяч долларов. К слову, пластиковые колеса авто полностью заполнены монетами, именно теми, которыми были стерты защитные полосы на лотерейных билетиках. Красивая шуба не менее важна, чем красивый автомобиль. А с вами была программа «Светофор» и ее спонсор – Кировская меховая ярмарка. Спешите приобрести свою шубку. Только доброго вам пути и до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok